С вами Александр Элконин, и вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «ЭРО». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «ЭРОРАН» и слушайте ответы каждую субботу. Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «ЭРО» и его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Элконин. И сегодня у нас 66-й выпуск подкаста «Когда твой тренер-доктор». Сегодня мы продолжим говорить о том, как бегуну самостоятельно организовать тренировочный процесс. Эту тему мы начали в выпуске 62-м, и ссылка на него будет в описании подкаста или в первом комментарии к нашему видео на YouTube. И давайте начнем с вопросов про бег зимой, потому что большая часть наших зрителей живет в местах, где сейчас снег, холодно и все связанные с этим эффектом. Вопрос нам задает Александр. Бегаю зимой пороговые тренировки, при минус 20 прикрываю нос и рот бафом. Есть мнение, что дышать через баф вредно, якобы в легкие идет влага. Насколько это правда? Пожалуйста, Александр. Добрый вечер всем. Тема такая же бесконечная, как с пятки бегать или с носка, чай пить или кофе, на переднем приводе ездить или на заднем, или заводить кошку или собаку. Пороговые тренировки в минус 20 удовольствия не для всех, хотя некоторые это благополучно одолевают. Что касается бафа, который прикрывает рот, возможно и нос тоже, действительно этот тонкий слой ткани позволяет немножко уменьшить воздействие холодного воздуха на слизистую верхних дыхательных путей, и слизистую дыхательного горла, и слизистую полости носа, если нос тоже прикрыт. Да, действительно, на выдохе неизбежно на ткани будет конденсироваться вода. Ну, просто потому что снаружи большой минус, а внутри нас тепло, и вода, которая содержится в выдыхаемом воздухе, она будет оседать, она будет конденсироваться на поверхности ткани. Что значимая часть этой воды будет попадать обратно в дыхательные пути при вдохе, ну, не знаю, я в этом не уверен. В любом случае, если вам этот баф позволяет отрабатывать на пороге, видимо, речь идет о пороге анаэробного обмена, при минус 20, ну, респект и уважуха далеко не все в состоянии при минус 20 такую нагрузку выносить, потому что холодный воздух. Потому что холодный воздух может вызвать ожог верхних дыхательных путей, это неприятно, некомфортно, многие отказываются, и такие тренировки уносят в помещение. Либо это легкоатлетический манеж, либо это беговая дорожка, хотя, с другой стороны, вон, лыжники бегают, и ничего. И вполне себе при минус 20 тренируются тоже, ну, там у них появляются другие проблемы. Им приходится защищать кожу лица, потому что скорость у лыжников повыше, и им приходится там заклеивать себе нос, скулы клеют, для того, чтобы не морозить кожу лица. Ну, и бафы тоже используют, часто видел это, когда тренировался сам при подобных температурах. Чтобы значительная часть воды, которая конденсируется на поверхности ткани при дыхании в холодную температуру, с вдыхаемым воздухом уходила снова в дыхательные пути, я не знаю, я не очень хорошо себе представляю, какая там должна быть физика, я не уверен, что там такой мощный поток, который будет срывать эту воду, и эти капельки воды пойдут в дыхательные пути. Даже если такое случится, эта вода, этот туман осядет в виде воды на слизистой верхних дыхательных путей, в дыхательном горле, дальше поглубже, в трахеи, ну, может быть, дойдет до главных бронхов, до бронхов, которые расходятся на правое и левое легкое, я не уверен, что улетит далеко. Дальше в дыхательные пути, во всяком случае, я никакого риска в этом не вижу. Потому что вода, которая будет оседать на слизистой верхних дыхательных путей, с одной стороны, она будет с этой слизистой испаряться, и с выдыхаемым воздухом, ну, она снова будет попадать на ту же ткань. С другой стороны, есть нормальное движение ресничек на слизистой, которую эту жидкость будет гнать наверх к выходу, ну, откашляйтесь после тренировки, выйдет там какое-то количество слизи, ничего страшного я в этом не вижу. Поэтому получается так бегать, получается отрабатывать такие тренировки, не заходя в помещение. Ну, и слава богу, да, если нет никаких других неприятных ощущений, если у вас со здоровьем нет проблем, вы нормально переносите это вот дыхание все-таки холодным воздухом, а дыхание на пороговой тренировке будет глубокое и интенсивное. Ну, так и слава богу, да, вам повезло, у вас крепкий организм, продолжайте эти тренировки. И по моим представлениям, любая тренировка на улице – это плюс. Потому что вы отработали в сложных погодных условиях, вам будет легче, когда погодные условия сделаются не такими злыми. Ну, я вообще люблю тренировки на улице, когда возможность есть, стараюсь тренироваться на улице. Оля? Особенно нашу суровую израильскую зиму. Наша лютая израильская зима – это отдельная история, заслуживает отдельного подкаста. Хорошо. Тут нас комментирует Сергей, который совершенно точно находится в Москве, сейчас минус 20, что Аббав примерзнет наметво к бороде. Сергей знает, что говорит. У него есть борода. Да, в общем, у всех… Такое тоже было, и отдирать от бороды приходится, и если у кого усы свисают, на них намерзают сосульки, а если баф, то он тоже примерзает. В общем, нет в жизни совершенства. К сожалению, да. Но лишать себя растительности на лице ради каких-то зимних тренировок тоже не все готовы, поэтому каждый приспосабливается как может. Хорошо. Переходим мы к вопросу от Александра Борисовича, полного тезки Александра Борисовича Илконина. Он задает его в Телеграм. Можно ли заменить бег на улице в зимний период бегом по лестнице вверх-вниз в многоэтажке, а то на улице то каша под ногами, то мороз? Насколько это может служить заменой обычному бегу? И как такой бег лучше проводить? Получается же смешанный бег. В зимних довольно тяжелая работа на гликолизе, а вниз легкая работа, зато начинается плеометрика. У меня лично пульс наверху в девятиэтажке 140, а внизу 85. Пожалуйста, Александр. Смотрите, адекватная замена, 100% адекватная замена беговым тренировкам – это беговые тренировки. Все остальное, любая другая альтернативная циклика – это не 100% адекватная замена. Есть некий эффект переноса, но он никогда не бывает 100%. Но иначе бы мы не говорили вообще об альтернативной цикле. Если у вас условия такие, что нормальную беговую тренировку на улице сделать не получается, ну, когда-то я услышал в первом беговом клубе, членом которого оказался, в далеком 2005 году, что ни беговой погоды не бывает. И до сих пор, не стесняюсь повторять это часто, можно неудачно одеться, можно надеть неудачную обувь, но ни беговой погоды не бывает. Выйти и побежать можно, ну, почти всегда. Во всяком случае, я в своем опыте не упомню такого, чтобы вот что-то такое было на улице, что совсем беговую тренировку провести нельзя. Можно. Есть люди, которые не любят этого, да. Кто-то не любит бегать под дождем, кто-то не любит бегать, когда под ногами каша из воды, снега, льда, иногда с примесью песочка. Кто-то не любит холодный ветер, кому-то трудно одеться, если на улице сильно холодно и так далее. Так бывает. Но если у вас получается, что ну никак не выходит выйти на улицу и побежать, любая альтернативная циклика лучше, чем ее отсутствие. Нормальный вариант – уйти на лестницу и там побегать. Очень хорошо, если эта лестница чистая, проветренная, там бомжи не ночевали, как это часто бывает в многоэтажках, да, потому что все ездят на лифте, а лестница, она выполняет функцию черного хода, аварийного, она замусорена, там бомжи, там чего угодно можно найти. Бомжи, кошки, голуби, ну и люди себя ведут не лучше. Поэтому есть возможность на лестнице? Окей, значит на лестнице, если на улице не получается бегать. Да, действительно, по лестнице приходится бегать вверх-вниз. Я не уверен, что на гликолизе наверху 140 – это вот прям настоящий, что называется, гликолиз, да, сильно выше анаэробного порога. Скорее всего, речь идет о состоянии конкретных мышц. Четырехглавые действительно могут оказаться в состоянии значительного утомления, сожжения выше возможности аэробного энергообеспечения. Да, действительно, так может быть, но при этом подозреваю, что концентрация лактата в крови будет не слишком высокой. Ну, потому что пульс 140 редко бывает. В ситуации, когда на пульсе 140 высокий лактат в крови, обычно высокий лактат вылезает, ну, хотя бы, типа на 150, да. И то очень немногих. Чаще анаэробный порог ловишь выше 160, у некоторых 170 выше. Тем не менее, да, действительно, можно бегать по лестнице. Да, действительно, тренировки на лестнице можно сделать, ну, очень разнообразными. Типа бежишь один пролет, наступая на каждую ступеньку, зашагиваешь следующий пролет, наступая на каждую вторую ступеньку, зашагиваешь третий пролет, зашагивая на каждую третью ступеньку, заодно ноги придется потянуть, потому что на третью ступеньку тянуться-то надо нормально, чтобы еще себя дотолкнуть носочком, выйти. Потом снова пролет на каждую, ну и так далее, да. Есть вариант чередовать бег по этим самым ступенькам с запрыгиванием на этих ступеньках. Хочешь на двух ногах прыгать, хочешь на одной ножке прыгать, хочешь чередуй, да, пролет на одной ноге, пролет на другой ноге. В свое время мы забавлялись, прыгая по ступенечкам, была не очень длинная лестница, мы прыгали по этой лесенке, две ступеньки вверх, одну вниз, две вверх, одну вниз. Получается, что ты на этой короткой лестнице набираешь прыжков. Как учил Ленин? Шаг вперед, два шага назад. Золотые слова, я все время это цитирую. Состав участников редко понимает, о чем я говорю, потому что это такая уже совсем древность древняя. И название статьи Владимира Ильича Ленина «Шаг вперед, два шага назад» знают только те, кто учился в советской высшей школе. Я не помню, в средней школе, по-моему, эту работу даже мимо не проходили. Хотя, могу ошибаться, может и память подводит. Короче говоря, да, действительно, можно тренироваться на лестнице, если не получается на улице. Окей, совсем плохая погода, каша или не получается себя выгнать, вот не хватает мотивации, хорошо, выгони себя на лестницу. И подумай, что ты там можешь сделать. Потому что лестница – это хорошее место для силовой работы, действительно так. Лестница – это хорошее место для прыжковой, для плеометрики, сам об этом сказал. Согласен, правильно. Но разнообразие тренировок можно придумать себе и на лестнице тоже, поэтому никаких проблем не вижу. А полноценной замены, увы и ах, не получится. Потому что даже если с первого этажа до девятого подниматься, это не очень большое время. И длительная непрерывная нагрузка, которая является основным методом тренировки в беге на длинные дистанции, на лестнице, ну не осуществил. Не придумай. Технику можно нарабатывать, силовую можно нарабатывать. Какие-то специфические элементы, типа, получится бегать вниз, через ступеньку, на каждую ступеньку с высокой частотой шагов, что угодно, да, можно делать. Но полноценной замены беговым тренировкам, обычным беговым тренировкам, с длительной непрерывной нагрузкой, увы и ах, не получится. Но лучше делать это, чем ничего. Оля? Спасибо большое, Александр. А вот нас комментирует Дарья сейчас, она слушает в прямом эфире. А для того, чтобы слушать наш подкаст в прямом эфире, который происходит по субботам в 19 часов по Хайфе и в 20 по Москве, нужно подписаться на наш телеграм-канал Эра, подчеркиваю, не рано, и там мы по пятницам даем ссылку на субботний эфир. Так вот, Дарья слушает нас и комментирует, что сколько бегала при низких температурах до минус 35, использовала бафы в основном для защиты лица от ветра, дышать всегда было гораздо лучше без бафа, изгрома никаких проблем. И вообще стала болеть значительно меньше, бегая круглый год по улице, пишет нам Дарья. Кстати, так случайно совпало, что следующий вопрос нам задают коллективно Владимир и Дарья, они его задали в прямом эфире 62-го выпуска, как раз мы говорили о том, что пробег на дорожке. И они спросили вот о чем вдвоем. Сначала спросил Владимир про бег на дорожке. Нужно ли ставить уклон для компенсации движения ленты беговой дорожки? То, что я все время бегаю с уклоном 1%, идет ли бонусом в карму? Лучше бегать с уклоном 0%, но быстрее или с низким пульсом. И Дарья добавляет, прочитала, что на беговой дорожке рекомендуется всегда ставить базовый наклон 1%, потому что на улице нет идеально ровных дорог. И там же слышно, что это полезно для здоровья коленного сустава. Как прокомментируете, Александр? Действительно, традиционно подавляющее большинство протоколов, которые описывают, что тренировки, что нагрузочные тесты на беговой дорожке, предусматривают 1% наклон, чтобы бежать немножечко в горку. А компенсировать движение ленты, увы и ах, не получится. Мы об этом говорили не один раз, и об этом написано несколько статей. Я что-то об этом писал, о различии между бегом на улице и бегом на дорожке. И поминал исследование, которое рассматривало энергостоимость бега на дорожке и на улице. Так вот, этот плюс 1% он ставится не для того, чтобы компенсировать движение ленты, а для того, чтобы, как правильно сказано, учесть неидеальность дорог, даже в самых хороших местах, да, есть какая-то неровность на дороге, то выбоинки в асфальте, то очень небольшие уклоны, то еще что-то, то необходимость маневрировать. Но самое главное, для чего делается этот плюс 1%, на значимых скоростях бега, беговая дорожка отличается от бега на улице, отсутствие сопротивления воздуха. Вот для того, чтобы смоделировать это небольшое, но все-таки сопротивление воздуха, обычно и ставится этот плюс 1%. Когда-то это было сделано для людей, которые умеют бегать быстро. Быстро – это порядка трех минут на километр, потому что придумано это было для настоящих спортсменов, для быстрых бегунов, для атлетов элитного уровня. Ну а дальше протокол 1, независимо от того, за сколько у тебя марафон пробегается, что ты за 2.05 бежишь, что ты за 4 часа бежишь, протоколу безразличен. Он одинаковый, поэтому этот плюс 1%, вот он и перекочевал. Я в своей практике, ну вот когда доводилось бегать на дорожке, оставлял этот плюс 1%, не знаю почему. Ну, чтобы служба медом оказалась, не знаю. Этот плюс 1%, он не очень хорошо ощущается. Плюс 5 уже чувствую. Плюс 1 не ощущается почти никак. Что он есть, что его нет. Ну ладно, пусть будет. Техника от этого плюс 1% не ломается. Я не видел людей, у которых происходят какие-то заметные изменения движений рук и ног от того, что добавляется плюс 1%. Ну, есть и хорошо. Хотя кто-то бегает на нуле и прекрасно себя чувствует, и результаты от этого хуже не было. Про здоровье коленного сустава не берусь комментировать. Я не понимаю, каким образом наличие или отсутствие этого 1% наклона может улучшить или ухудшить положение коленного сустава, нагрузку на него существенно поменять. Это я не понимаю. Поэтому ничего сказать не могу. Тут хорошо бы найти первоисточник и понять, какие аргументы люди приводят в пользу такого высказания. Оля? Спасибо, Александр. У нас на сайте era.run есть статьи Александра, в том числе и статья «Зачем бегать зимой на улице?» и я обязательно поставлю ссылку в описании подкаста и в первом комментарии к нашему видео в YouTube. И мы продолжаем вопросом от нашей постоянной слушательницы Виктории из Казахстана с ником Spartanko KST. Нас свои вопросы задают самым лучшим образом в комментариях к нашим предыдущим видео в YouTube. Вот там я вижу прям эти вопросы прежде всего. Может, пишет нам Виктория. «Бегаю три месяца. В неделю делаю один день отдыха. Выбегаю я в первый день после отдыха. Бежать может быть хуже, чем за день до отдыха. На том же пульсе чувствую себя так, будто откатилась назад, как-то мучительнее. На второй день выбегаю и чувствую себя как ракета. Бегу не ускоряясь в том же темпе, а в том же пульсе удивительно долго для себя. И забывая о времени, могу пробежать лишние километры. На третий день выбегаю и о ужас. Ситуация по тем же параметрам самочувствия хуже, чем даже в первый день. Почему происходит такое синусоидное развитие навыков? Какова физиология этого процесса? Пожалуйста, Александр. Я подозреваю, что это не про синусоидное развитие навыков. Это про распределение нагрузки и ее субъективное восприятие. Действительно, большинство качеств, которые мы можем у себя развивать, они меняются нелинейно. И вот это волнообразное колебание, волнообразные изменения, это типичная картина. И действительно, очень часто после отдыха люди сталкиваются с тем, что вроде бы я отдыхал, а начинаешь бежать, руки-ноги не слушаются, все как деревянное, уверенности в движениях нету, нужно какое-то время для того, чтобы снова вработаться. После длительного перерыва, ну, например, болел человек, или по каким-то другим обстоятельствам случился длительный перерыв, неделя-две, приходится заново делать период втягивания. Если не было большого бегового опыта, то заново начинать вот прям как с нуля. Чередование бега и ходьбы, освоение основных движений, медленное, постепенное введение беговых упражнений, начиная с самых простых. Примерно то же самое в уменьшенном масштабе у вас происходит после, собственно, любого отдыха. Вот вы в первый день повтягивались, на второй день организм проснулся навыки восстановились, движения собрались, и вы побежали уверенно. Судя по тому, что я прочитал в вопросе, на этот самый второй день на хороших ощущениях нагрузка оказывается чрезмерной, потому что на третий день бежать делается тяжело. Может быть, на этот самый третий день, ну, с первым днем ничего не сделаешь. Это втягивание, и надо втянуться. Может быть, кстати, и втягивание сделать поспокойнее, и вместо того, чтобы бежать в одном и том же темпе всегда, первый день недели сделать полегче. Ну, если тяжело бежиться, ну, почередовать бег и ходьбу. Тогда на второй день можно увеличить нагрузку или оставить ту же обычную, привычную себе нагрузку, подышать, почувствовать амплитуду движения, почувствовать мощность толчка, пробежать побыстрее. И тогда на третий день есть все основания опять делать легкую тренировку. Потому что, когда все тренировки пытаешься сделать одинаковыми, это не очень хорошо. С одной стороны, монотонность – это лучший способ сделать тренировки скучной. С другой стороны, монотонность – это одинаковая нагрузка, которая воспроизводится из раза в раз, изо дня в день. Это способ увеличить риск травмы. Ну, потому что большинство травм, которые мы получаем на бегу, это неоднократное воздействие избыточной нагрузки на какую-то часть нашего опорно-двигательного аппарата. Это то, что по-английски называется overuse injury. Это повреждения, которые вызываются многократным, тысячекратным повторением одного и того же не очень сильно действующего повреждающего фактора. Но за счет высокой частоты, за счет повторения этой небольшой нагрузки может случиться повреждение. Поэтому разнообразие тренировок – это важный фактор безопасности наших занятий. Поэтому подумайте о том, как разнообразить тренировки, подумайте о том, каким образом, играя продолжительностью и интенсивностью нагрузки, можно сохранить хорошее ощущение на протяжении всей недели. Обычно такой подход работает. Поиграйте с этим. Введите себе какие-то дни совсем легкие, какие-то дни тогда получится сделать пожилее, потяжелее. В большинстве случаев это хорошо работает. Пробуйте, ищите внутри себя обратную связь, понимайте, что для вас работает хорошо, что не очень хорошо. Люди все разные, и здесь индивидуальный подход более чем уместен. Оля? Спасибо большое, Александр. Я могу подтвердить, поскольку Александр пишет тренировочные планы и мне тоже, то что точно он всегда соблюдает, так это разнообразие. И каждую неделю открываешь свой тренинг-пикс, как сюрприз, от Деда Мороза ждешь. Что же такое сегодня будет? И он пишет план на неделю, и ты никогда не знаешь, что он тебе пропишет. Это никогда не повторяется, и о том же самом говорят его ученики. А чтобы тренироваться с Александром Луконином, чтобы получать от него беговые планы тренинг-пикс, сделать это очень просто. Я оставлю ссылку в описании подкаста и в первом комментарии к нашему видео. На странице нашего сайта эра.рам мне написано, каким образом можно тренироваться с Александром Луконином. Это можно делать удаленно через тренинг-пикс, это можно делать мощно, если вы в Израиле, и особенно в Хайфе, и можно приезжать в наши беговые кемпы. Ссылка на расписание наших кемпов также будет в описании нашего подкаста. Следующий вопрос нам задает Сергей. У товарища Сергея есть сын 13 лет. Смотря на папку, он бегать начал уже пару лет как? Бессистемно, по настроению, но бодро пробегает 5-7 километров. Хочет в мае попробовать пробежать полумарафон. Вопрос. Все за и против с точки зрения нагрузки на молодой организм. Возможные последствия, на что стоит обратить пристальное внимание при подготовке, в отличие от стандартной программы для взрослого. Пожалуйста, Александр. Смотрите, тренировки на выносливость действительно есть смысл начинать в нацать лет. До того разговора о серьезных тренировках на выносливость нет, потому что дети не для этого. Да, детям нужно бегать. Лучшая тренировка, которая задействует бег для детей, это самые разнообразные игры. Это очень хорошо соответствует нашей биологии. человек учится бегать где-то между пятью и семью годами. Годам к десяти-двенадцати у нормально бегающих детей формируется основной набор навыков, связанных с бегом. Беговой шаг, содружественные движения рук и ног, набирается координация движений, у мальчиков к тринадцати годам уже можно ожидать какого-то роста мышечной массы, которая позволит бежать быстро, и сердечно-сосудистая система потихонечку развивается, хотя это тот самый возраст, когда можно ожидать и разницы между увеличением размеров тела, ну, очередные, да, взрывы, взрывные периоды роста тела, и сердечно-сосудистая система и дыхательная система могут не успеть за увеличением длины конечностей, за небольшим увеличением мышечной массы, за увеличением длины позвоночника, короче говоря, ребеночек растет, а сердечно-сосудистая дыхательная система за этим ростом успевает не всегда, поэтому бывает, что рост уже достаточный, 13 лет они 170 сантиметров, длинные, догоняют родителей, как говорится, а нормально бежать еще не очень получается, потому что сердце не успело дорасти до этого. Именно с этим связано то, что серьезные тренировки на выносливость появляются ближе к юношеству. К тому моменту, как пройдет очередной 15-17 лет спурт роста, период быстрого роста, и появится более-менее уверенность, что сердечно-сосудистая дыхательная система догнали размеры тела и могут обеспечить тот энергетический запрос в смысле доставки кислорода к работающим мышцам, который нужен при длительном непрерывном беге. В игровых видах, вообще в играх, которые требуют бега, энергетический запрос существенно меньше, потому что бег короткий, зато это способ развить скорость, это способ развить координацию движений, то, что потом будет хорошо сказываться на результатах бега на длинные дистанции. Именно поэтому бег на длинные дистанции редко появляется в диапазоне спортивных тренировок у детей. Тем не менее, однако, если ребенок нормально развивается, если его сердечно-сосудистые дыхательные системы адекватно обеспечивают мышцы кислородом, короче, если он может пробежать эти самые 5-7 километров, и ему от этого неплохо, если он это бегает более-менее регулярно, и самое главное, если ему это интересно, то почему и не увеличивать дистанцию потихонечку? Так тоже можно. С точки зрения биологии 13 лет мальчик может пробежать 21 километр. Биологически наверное да. И дети достаточно крепки к этому моменту, чтобы такую дистанцию одолеть с учетом нескольких важных условий. Они должны быть к этому готовы, что это значит? Ну это значит, что этот 21 километр полумарафон, очевидно, соревнование, он не должен быть первым забегом на похожую дистанцию. Это значит, что хотя бы пятнашку ребеночку хорошо бы несколько раз до этого сбегать. Это во-первых. Хотя наверное во-первых совсем другое. Во-первых надо быть уверенным, что попробовать пробежать 21 километр хочет именно мальчик, а не его папа, мама, какое-то еще окружение, чтобы потом хвастаться, а вот наш-то. Я бы убедился, что это действительно то, чего мальчик хочет. Может он совсем другого хочет. Тут надо быть осторожным, потому что либо родители этого хотят, послушный ребенок согласен, либо окружение очень одобрительно на это смотрит и ребенок следует за осознаваемым запросом окружения. Короче говоря, надо быть уверенным, что это именно то, чего хочет ребенок. И это тоже проблема в тренировках детей и подростков, что мотивация к тренировкам должна быть изнутри, а не снаружи. Не родители хотят, чтобы у них вырос чемпион, а ребеночка этого хочется. Потому что тогда тренировки идут на пользу и они способствуют хорошему психологическому развитию, потому что рождается азарт, рождается уверенность в себе, рождается умение управлять своими эмоциями. Соревновательный бег это всегда эмоции, никто их в скучном состоянии не делает. Соревнования требуют эмоционального напряжения и умение управлять своим эмоциональным состоянием. Это очень важный навык, который потом во взрослом состоянии пригодится не хуже, чем тот фундамент выносливости, силы, ловкости, который закладывается в таких тренировках в юности. Вообще фундамент, который закладывается в тренировках в юности, это важнейший капитал, о котором надо заботиться. если есть дети, думайте о том, чтобы у этих детей спорт был частью их жизни. Не потому, что родителям этого хочется, а потому, что им это интересно. Да, действительно, тут часто приходится что-то придумывать, искать, пробовать. Тут попробовали, там попробовали, но вообще наличие жизни, наличие спорта в жизни у ребенка, это очень важный и положительный фактор. Соговоркой, спорт должен быть удовольствием, спорт не должен быть каторгой, и ни в коем случае спорт не должен быть реализацией амбиций родителей, тренеров, кого угодно еще. То, что мы делаем с нашими детьми, должно нравиться нашим детям, и это должно быть им на пользу. На что надо обращать внимание? Надо обращать внимание на то, чтобы нагрузки не были чрезмерцами. Вообще у детей способность долго бежать появляется далеко не сразу. И у многих способность долго бежать, при этом не испытывая скуки, это главная проблема. Это большая редкость у детей. Обычно дети хорошо бегают в играх и не очень хорошо бегают длинные дистанции. Почему? Потому что длинные дистанции это длительная монотонная нагрузка. Но если психологический ребенок такой, что он бегает длительной, окей, пускай бегает. Ничего страшного в этом нет. Ну и отдельно скажу, что если вы хотите затащить 13-летнего мальчика на полумарафон, вам придется решать квест, как это протащить через регистрацию. Потому что в большинстве беговых мероприятий регистрация начинается с 18 лет, если это не детский забег. а детский забег это ну не знаю вот так. Оля. Спасибо большое, Александр. А мы тем временем полчаса в эфире. Если нашим слушателям и зрителям интересно то, о чем мы сейчас рассказываем, а именно как бегунам самостоятельно организовать тренировочный процесс, не только себе, но и своим детям, как выяснилось, то пожалуйста ставьте лайки нашему видео и нашему подкасту и обязательно подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, где вы нас слушаете. Это может быть Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты, Castbox, сейчас вместе Spotify. И самое главное подписывайтесь на нас в YouTube, на нашем YouTube-канале Эра, подчеркиваю, не ран. Таким образом платформа понимает, что мы рассказываем нашим слушателям что-то полезное и интересное и показывает наши подкасты другим слушателям. Хорошо. И сейчас у нас будет очень каверзный вопрос. Задал нам этот вопрос Сергей из Telegram. Вопрос вот какой. Стал бы Александр Борисович Элконин тренироваться у Александра Борисовича Элконина? И какой результат хотел бы получить? Пожалуйста, Александр. Ну вопрос, наверное, показался бы каверзным, если бы у меня не был готовый ответ на него. Потому что мне довелось выступать в роли сам себе режиссер и тренировки на протяжении нескольких лет я писал себе сам и получал результат, к которому шел и меня это более-менее устраивало. Ну собственно и до сих пор когда у меня появляется возможность какую-то часть времени выделить на собственные тренировки так, чтобы это было систематически, я сам себе их пишу. В чем плюс такого подхода? Плюс такого подхода в том, что получаешь непосредственную, прямую и довольно точную обратную связь. от себя не скроешь, что тренировка зашла или не зашла, получилось или не получилось, понравилось не понравилось. Можно вот когда отношение тренер-атлет обратная связь может быть искажена. С самим собой ну ты не сделаешь ничего, ты себя не обманешь. Тренеру можно сказать ладно, все нормально, все прошло, да, там цифры в Тренинг Пикс в Кармении в Сулунте приемлемые, все нормально, да, а что по ходу дела все проклял и готов был бросить, это не обязательно тренеру рассказывать, а то вдруг он расстроится. Так тоже бывает. Когда тренируешься по собственному плану, не обманешь. Не удалось, значит не удалось, значит промахнулся. Так тоже бывает, к сожалению. С другой стороны, если тренируешься, что называется, сам у себя и сам себе пишешь, есть риск, что чего-то не видишь. Вот себя со стороны не видишь. Бегаешь, работаешь над техникой, вроде по ощущениям все правильно, а посмотришь на себя со стороны в видео, бог, что ли, это я. И эти люди запрещают мне ковырять в носу. Поэтому тут есть свои плюсы и минусы, результаты получаются, у каждого свой результат, кому чего хочется, кому-то хочется марафон из трех, кому-то хочется марафон из четырех, кому-то хочется успешно финишировать вот конкретно на этой дистанции, не знаю, сколько это километров и сколько перепадов высоты и какие именно это горы, кому-то еще чего-то хочется. Иногда люди приходят просто с желанием, а я хочу пробежать пять километров и после этого не умереть сразу. и мы это можем сделать. Это как раз не самое сложное. Поэтому стал бы, ну вот сейчас тренируюсь сам у себя, потому что нет у меня никого, кто бы мне писал план. Я себе не представляю, чтобы я кому-то эти планы мог, как это сказать, заказать. Потому что горизонт планирования не очень большой и очень часто эти планы пишут, что называется, по месту, подхог. А такой опыт у меня есть, ну на мой взгляд он не очень плохой и изрядное число тренерских хитростей, фокусов, лайфхаков я сам для себя придумал. Когда-то и сейчас это с большим успехом применяю. Скажем, идея, что тренировки должны быть разнообразные родилась у меня по ходу реализации собственного тренировочного плана. как-то мне пришло в голову, что давай-ка я себе по дням недели разложу тренировки, чтобы тут у меня будут скоростные, а вот тут я буду бегать в горку, а вот раз в две недели будет какая-то специальная силовая еще чего-то. Потом я обнаружил, что это хорошо работает, потом я обнаружил, что это применяется в тренировочных планах, которые пишут другие, которые придумывают другие. Потом оказалось, что это описано в литературе, я изобрел велосипед. Нормальная ситуация, да. Так что да, иногда бывают успешные случаи, сам себе тренер, это не значит, что я всех призываю идти таким путем, потому что тоже, знаете ли, не сахар. Надо думать, надо читать, надо придумывать что-то, не всем это интересно и не у всех это получается. Часто сталкиваюсь с людьми, которые сами себе делают тренировочные планы, иногда обсуждая, говоришь, что ну вот тут все хорошо, я не знаю, чем я могу быть полезным, потому что план написан, он сбалансированный, он разнообразный, вроде как те тренировки, которые я вижу в этом плане, двигают к той цели, которую заявил, а иногда наоборот, смотришь в этот план и думаешь, боже, а это зачем? Потому что там тренировки из серии на телом подметай плац, а для чего? А для того, чтобы тебе было тяжело. А что мы при этом развиваем? А Бог узнает, что мы развиваем. Ну вот мне тяжело, я упоролся и вроде как тренировку удалился. Для чего? Понятно. Или кто-то пытается обмануть собственную физиологию. Четыре работы на неделе, имеется в виду работы в спортивных тренировках, но при этом есть еще семья, работа, и человек приходит, говорит, я топчусь на месте, тренируюсь, тренируюсь, результат никуда не двигаются и травму замучают. Понятно почему, потому что тренировки, во всяком случае, то, что я знаю, надеюсь, понимаю, бег на длинные дистанции, это не то, где хорошо действует принцип «беребольше кидай дальше», да, больше не всегда лучше. Ну да, вот. Это не значит, что всем надо бросить самостоятельные тренировки и искать себе тренера, это значит, что самостоятельные тренировки надо делать с умом. Читайте, интересуйтесь, общайтесь, спрашивайте совета, думайте над советами, которые вам дают, будет вам счастье. Спасибо большое, Александр. Ну и по глубине вопросов наших слушателей, особенно постоянных слушателей, таких как Владимир и Александр, они уже получили не по одной обогнаде. Очевидно, мы делаем вывод, что эти люди тренируют либо сами себя, либо окружающих, и вот нам в нашем телеграмме нашего подкаста пишет сейчас «Марина, сам себя со стороны не видишь». И я абсолютно согласна с Мариной, потому что у меня тут в нашем последнем беговом кемпе в Рюденизе случился такой опыт. Там был маленький забег в Фетхие и такой, что я там бежал первая. И вот я бегу за мотоциклом лидера, и меня сняли на видео, и потом это видео я посмотрела. Боже ж мой, это такой кошмар! То есть такая тетка бежит за автобусом, все вот так вот колебается во все стороны. Как вообще это было так ужасно видеть? Просто невозможно. Поэтому с точки зрения сам себя со стороны не видишь? 200% так. И я тогда попросила Александра отдельно позаниматься моей техникой бега. Вот. И лучший способ позаниматься техникой бега это приехать в наши беговые кемпы, график которых у нас будет в нашем сайте. И ближайшие из них это в майские праздники в Армении, в городе Цехкадзор. Мы там уже были, там очень красиво. Вот там можно очень встретиться с Александром, побегать, он вас посмотрит, подскажет делу вас, что движется не в ту сторону, и вашей техникой бега поработает. Либо, если, естественно, вы находитесь в Израиле, и особенно в Хайфе, то с ним можно встречаться лично. И, как у нас сегодня, к Александру приезжали три девушки из Триавива. Вот как раз эту целью. И вот он там ставил ногу сюда, руку сюда, тут толкайся, тут на пятку не опускайся. Надеюсь, что они уехали с Триавива довольными. Но теоретически Александр тоже может ехать до Триавива, это не проблема. Хорошо. И мы давайте переходим к следующему вопросу. Как раз это самый Владимир, не к ночи, будь помянут, который вот совершенно точно тренирует, кажется, свою супругу. И вопрос у него про периодизацию. читал, что тренировка в одном временном периоде выносливости, силы и скорости менее эффективна, чем тренировка всех этих качеств отдельными блоками. Как это можно реализовать в тренировках обе на длинные дистанции? Отдельный блок тренировок общей выносливости представить легко. Но как изолировано тренировать силу и скорость? Все равно в периоде будет присутствовать легкий и длинный бег, который в теории будет снижать эффективность силового и скоростного блоков. Пожалуйста, Александр. Да, действительно, одновременно нельзя тренировать все качества, это трудно. И если человек встал с дивана и начал бегать, то у него примерно одновременно будет расти одно, другое и третье, выносливость, силу, скорость, это не проблема. Но чем дальше мы двигаемся в тренировочном процессе, тем больше нужно дифференцировать качество, которое мы стремимся развить в ходе конкретных тренировок. Это с одной стороны. С другой стороны, не бывает чистой тренировки силы, скорости или выносливости, если мы говорим о тренировочном процессе, ну, в рамках недельного микроцикла. Окей. Если в плане сегодняшней тренировки написано 10 раз по 100 с максимальной скоростью, понятно, что это скоростная работа и ни о какой выносливости тут речь не идет. В каком-то смысле подобные тренировки влияют также на силовые показатели? Да. Поэтому я бы разделял две стороны. Выносливость и скоростно-силовые качества. Потому что второе сочетание стоит очень близко, вот скорость и сила, они стоят очень близко друг к другу в смысле бега. Если мы говорим о развитии максимальной силы, ну, типа взять штангу, навесить на нее побольше и приседать. Да, действительно, такие тренировки не очень хорошо сочетаются с выносливостью, со скоростными работами, да, сочетаются, но в ограниченном объеме, как это обычно бывает в жизни. Нам приходится искать компромисс между одним, другим и третьим. Мы смешиваем в ходе тренировочного процесса развитие выносливости, развитие силы, развитие скорости. А чем дальше мы двигаемся в тренировочном процессе к целевому старту, тем больше внимания мы уделяем не вообще выносливости, не вообще скорости и не вообще силе, а способности пробежать нужную нам дистанцию с нужной нам скоростью. Это уже не про выносливость, не про силу и не про скорость, а про скорость на конкретной дистанции. Как говорил Ренат Аканова, не бывает соревнований на выносливость. Соревнования, они всегда про скорость. О том, кто быстрее пробежит эту дистанцию. И мы стремясь обеспечить минимальное время пробегания конкретной дистанции, 100 метров, 1000 метров, 5 километров, марафон 42 километра, 100 миль, думаем о том, каких тренировок нам не хватает, какой биологический сигнал надо послать организму для того, чтобы адаптационная реакция позволила пробежать нужную нам дистанцию быстрее. Вот собственно и все. И да, действительно, опыт показывает, что немножко увеличивая содержание одного компонента и соответственно уменьшая другие компоненты, можно добиться большего, чем если пытаться совместить одно другое и третье в одном и том же микроцикле, недельном цикле. Или даже в мезоцикле, в трех-четырех недельном цикле тренировок. Поэтому ищите, смотрите на людей, с которыми вы работаете и если вы имеете в виду себя, смотрите на себя, думайте, чего вам не хватает. Какой биологический сигнал надо послать вашему организму, ну биологический сигнал это тренировочная нагрузка, для того, чтобы адаптационная реакция организма позволила быстрее пробежать целевую дистанцию. Собственно, это тот самый вопрос, над которым бьются все тренеры. Я не сам эти слова придумал, это цитата из книги того же Рената Кановой и Энрика Арчелли про научный подход в марафонском беге. Вот ровно об этом они и пишут. А что надо сделать с нашим телом, какую нагрузку надо подвести на тренировки, для того, чтобы этот тренировочный стресс вызвал адаптационную реакцию, нужную нам. Так, чтобы в результате мы побежали быстрее и не просто вообще быстрее, а быстрее на конкретной дистанции. Чтобы выложившись на конкретной дистанции получить оптимальный результат, тот, который нам нужен. Быстрее, чем раньше или быстрее, чем у окружающих. Вот примерно так. И да, надо понимать, что условно, да, в конкретном мезоцикле мы хотим поработать над максимальной скоростью. Это значит, что в программе будет работа над совершенствованием техники, и это будет работа на максимальной скорости. Окей. Какую долю общей тренировочной нагрузки у нас эта работа займет? Да не очень много. Ну хорошо, если, не знаю, 15 процентов общего времени бега. Скорее всего, существенно меньше. А все остальное время, чем будет заполнено? А все остальное время и вся остальная тренировочная нагрузка будет заполнена равномерным и не очень интенсивным по нагрузке бегом. И это тот фон, на котором разворачиваются любые специфические работы. Что мы тренируем силовую выносливость, бегая в гору? Что мы тренируем технику, отрабатывая быстрый спуск по технической тропе? Что мы тренируем максимальную силу в каких-то плеометрических упражнениях, выпрыгиваниях, спрыгиваниях, на лестнице вот поминали плеометрику? Что бы мы не тренировали, основное время всегда будет занято равномерной непрерывной нагрузкой. Потому что бег – это главным образом про равномерную непрерывную нагрузку. Мы сейчас не говорим о спринте, потому что спринт – это вообще другой вид спорта. Он совершенно случайно называется тоже бегом. Но это совсем про другое, и спринтеры, они немножко с другой планеты. Если вы посмотрите на спринтеров и рядом стоящих бегунов на длинные дистанции, все делается более-менее очевидно. Они совсем разные. И тренировки у них тоже совсем разные. И спринтеры, я не уверен, что бегают длинные медленные кроссы, я не уверен, что спринтеры бегают такое количество рельефа, которые бегают бегуны на средней длинной дистанции. Это совсем разные люди, это разные виды спорта. Поэтому надо понимать, о чем идет речь. Тренировка скорости для бегающих длинные дистанции не часто бывает приоритетом. Вот прям основной, основной нагрузкой. И даже если эта нагрузка в этом мезоцикле является основной, она все равно не занимает очень большую долю времени. Основную долю времени в тренировках в беге на длинную дистанцию занимает непрерывная равномерная нагрузка. Бег в аэробном режиме. Почти у всех я не видал бегунов на длинные дистанции, у которых основное время в тренировочном процессе занимало бы что-то другое. длительная, непрерывная, равномерная аэробная работа. А все остальное это вкусовые добавки, присадки к топливу, которые оптимизируют результат. Оля? Спасибо большое, Александр. И еще дополнение к вопросу Владимира от нашего слушателя с ником Бег из YouTube. Он его оставил в комментариях к нашим предыдущим видео. Подскажите, пожалуйста, когда бегуну лучше делать силовые тренировки, чтобы они не мешали основным тренировкам? Пожалуйста, Александр. Тоже вопрос нахождения компромисса и оптимизации нагрузки под себя конкретного любимого. Если вы делаете план для себя, если вы сами себе тренер, у вас есть прямой канал обратной связи, который, я надеюсь, ничем не искаженный, не забутнен. Некоторым нужно довольно много силовой работы. Хотя не всем. Кто-то хорошо бежит на объемах, кто-то хорошо бежит, ну как это на жаргоне говорили, из-под штанги. Вот наприседал себе с каким-нибудь полтинником, вышел из зала и побежал быстро, быстрее, чем раньше. Поэтому вопрос о том, когда делать силовые тренировки, чтобы они не мешали основным, он такой немножко расплывчатый. А вы что хотите? Если вам силовые тренировки нужны для того, чтобы выполнить форматив по подтягиваниям, это одно. Тогда вы можете подтягиваться в любое время, которое свободно от беговых тренировок и всей вашей прочей жизни. Ну так, чтобы не утомляться насмерть, наверное. Если вам нужны силовые тренировки для того, чтобы улучшить свои результаты в беге, окей, снять с себя штаны, извините за подробности, встать перед зеркалом, посмотреть. Хватает мышц, не хватает мышц. Каково функциональное состояние этих мышц? Есть взрывная сила, нет взрывной силы? Легко проверяется. Упражнение называется прыжок с места двумя ногами. Он в комплексе готово. Есть, вот встать, потренироваться, прыгнуть как можно дальше с двух ног, померить сколько получается. Сравнить этот результат с тем, что требуется в комплексе ГТО на золотой значок. Опыт показывает, что если вы прыгаете на золотой значок, значит у вас с взрывной силой все нормально. Как померить максимальную силу? Что называется, не заходя в зал, да? Ну попробуйте сделать приседание на одной ноге пистолетика. Если у вас получается это движение сделать, если вы можете сделать его, не знаю, 10 раз, 15 раз, все нормально, у вас с максимальной силой все в порядке, бегайте на здоровье, может вам и не нужны эти дополнительные силовые тренировки. А если не получается, да, действительно тогда силовые тренировки нужны. В подавляющем большинстве случаев людям, которые бегают длинные дистанции и которые хотят как-то на этих длинных дистанциях прогрессировать, силовые тренировки нужны. Когда их делать? Делать их в любое удобное для вас время, при условии, что они не мешают основной работе, то есть беговой. У меня обычно получалось вставлять силовые тренировки в первую очередь на ноги, между интенсивными беговыми, так, чтобы они не следовали друг за другом одновременно. Потому что, наприседав под штангой и иногда с отсроченной мышечной болью, быстро бежать получается не очень хорошо. Хотя, с другой стороны, очень часто после хорошей силовой тренировки на ноги выходишь и бежишь и чувствуешь, что силу чую в ногах небывалую. Толчок мощный, движения легкие, вроде как вчера упахался, а сегодня бежит целих. Но тоже дело индивидуальное. Кому-то можно на следующий день, кому-то можно через день. Вы же не будете тяжелые беговые делать каждый день? Не будете. Ну вот и придумывайте, как вам развести силовую работу с беговыми тренировками. Обычно силовая после скоростной заходит хорошо. Обычно длительный непрерывный бег после силовой заходит, если вы не перестарались предварительно. Большая силовая работа после длительной беговой у меня заходила плохо, и у большинства людей, с которыми я работаю, тоже не очень хорошо. Надо как-то их разводить. Короче, прикидывайте, как это работает у вас. Здесь очень много индивидуальных различий. Я не видал, чтобы это кто-то всерьез исследовал, и в любом случае тут есть огромный разброс, и он индивидуальный. Как ваше тело лучше отвечает? Кто-то хорошо бежит, что называется, из-под штанги. Окей. Приседал, вышел на следующий день, побежал с чувством счастья и легкости в мышцах. Кому-то, наоборот, надо хотя бы денек дать отдохнуть. Индивидуально смотрите на себя, оценивайте, как это работает у вас. Хороший инструмент обратной связи. Пользуйтесь. Поля? Спасибо большое, Александр. Я хочу рассказать маленькую смешную историю. У нас сегодня была групповая тренировка в Хайсе. У нас проходит по субботам и по четвергам. И Александр нас заставил приседать. У нас там был человек... Предложил. Не то, чтобы предложил, а в общем, как так было, чтобы не тянуло отказаться. И самим единственным способом стали мы в кружок, взялись за ручки к обедскому саду и стали, значит, приседать. И по одному выбывать из приседаний. И в итоге там с десяти осталось в конце четверо. И, в общем, после этих четверо уже просто люди падали там после 50-го приседания. Но насчет того, что у всех реакции индивидуальные, я скажу, что народ сказал, что Александр хочет, чтобы мы тут все умерли. Вот. Единогласно. Вот такая реакция. На что я ответил, что умрут все обязательно. Вечных в этом мире пока не наблюдается. Тем не менее, регулярная физическая нагрузка позволит нам жить долго и с максимально достижимым качеством. Это факт научно установлен. Поэтому приседайте. В ногах у человека 40, а то и 50 процентов совокупной мышечной массы. Если вы хотите нагрузиться, приседания – это замечательное упражнение. Ну, поскольку мы так немножко считаем, что специализируемся в беге по неровной местности, в горах, нам силовая работа нужна. Нам нужны крепкие ноги. И самое простое, что можно делать для того, чтобы развивать силу ног – приседать. А мы уже час в эфире. И пора узнать, кто же сегодня получит эра-бандана. Эра-бандана может быть черная, белая или оранжевая. И цвет банданы выберет победитель. А победитель сейчас объявит нам Александр Луконин. Пожалуйста, Александр. И это вопрос, который задал Сергей про сына 13 лет у его товарища, который бегает уже как пару лет, бессистемно по настроению, и хочет в мае попробовать пробежать половину. Мне было очень интересно думать над этим вопросом. Пришлось вспоминать, чему меня учили на курсе про тренировки детей и подростков. Аж страшно сказать. Университет Флориды делает такой курс. Поднял тогдашние записи, почитал чего-то. Но поздравляю Сергея и Ольга свяжутся для того, чтобы понять, каким образом бандана найдет своего хозяина. Приветствую нового обладателя нашего приза. Да, а мы тут пока разговаривали, нам наши слушатели в том эфире еще написали несколько вопросов, относящихся к организации тренировочного процесса. И совершенно точно мы сделаем третью серию такого цикла «Если бы тренером был я», и обязательно ответим нашим слушателям. И задавайте ваши вопросы. Это можно сделать в комментариях к нашим видео в Ютьюбе, либо в комментариях к любому из постов в нашем телеграм-канале «Эра подчеркивания РАМ». Мы были рады всех слышать и видеть всех, кто был сегодня в прямом эфире. Большое вам спасибо, что вы были с нами. И спасибо Александру, что отвечал. Все, всем удачи, здоровья, всем пока. Всем спасибо, пока.